МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодня. День России. Не все в нашей стране считают 12 июля праздником. Однако он есть. Материнский капитал для жуликов. Расследуется уголовное дело о махинациях с выплатами. Кто за нас в ответе? Рязанка выиграла суд у местных властей. А теперь во всем подробнее. Аккурат после праздников в четверг российские выпускники будут сдавать единый госэкзамен по географии. Как повелось в этом году, контрольно-измерительные материалы билета уже появились в сети. Их можно купить, а можно подождать, когда добросердечные богатеи, сделавшие покупку, выложат ее в интернет для всех бесплатно. Мошенничество и жульничество с ЕГЭ таково, что народ серьезно предлагает заняться этим делом в службе госбезопасности. Никто более справится с этим то ли не в силах, то ли не хочет. В Рособранадзоре по-прежнему уныло твердят заученный текст. Материалы в сети не соответствуют действительности. Дело не столько в этом, сколько в том, что антикоррупционная идея, которая заложена в саму сущность введения ЕГЭ в России, превратилась в чудовищную коррупционную составляющую. Извращение дикое. Как сдают единые на Кавказе уже притчевоязыцах, до сих пор скромно замалчивалась версия, что в горных краях в мошенничество вовлечены деятели аж с самого образовательного вверха. А ну вот, просочилась таки. Как сообщает информагентство, полицейские раскрыли в Кабардино-Балкарии преступную схему по завышению оценок за ЕГЭ. Задержан чиновник Республиканского Минобразования и Науки. Он банально крал заполненный бланк ЕГЭ и передавал их родителям и ученикам, чтобы те поправили ошибочки. Стоило все это 120 тысяч рублей. И еще в своем докладе руководитель дирекции по инновациям аналитического центра при правительстве России Юрий Амосов прямо заявил, что утечки материалов ЕГЭ происходят на всех уровнях. От федерального до местного. Так как доступ к бланкам с заданиями имеет огромное количество людей, число вариантов ограничено. Взятки в России берут и дают практически все. По-другому просто не бывает никаких дел не продвинуть и не добиться ничего. А сунешь деньжат и кум королю. Самое печальное, что берут без зазрения совести как раз те, у кого такие вещи приравниваются к предательству. То есть люди в погонах. А когда они возьмут, то это становится событием. Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина Республики Узбекистан, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу. Следствием установлено, что утром 15 февраля старшей участковой полномочной полиции выявил факт административного правонарушения, а именно нарушение лицом безгражданства правил миграционного учета, передвижения и порядка выбора места пребывания в Российской Федерации. В этот же день обвиняемый с целью освобождения своего знакомого от административной ответственности в служебном кабинете положил на стол старшего участкового полномочного полиции 2000 рублей в качестве взятки за несоставление тем административного протокола. Однако сотрудник полиции отказался принять взятку, сообщил о произошедшем инциденте своему руководству. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Создается впечатление, что приезжие из южных краев привыкли решать проблемы именно с помощью взяток. А значит, раз на закон в России плюют, то им вообще дозволено здесь все. По-видимому, это аксиома, которая становится нормой жизни. Так, рязанские полицейские выявили факт мошенничества при получении выплат по программе «Материнский капитал». Участники предполагаемого преступного проекта 34-летняя рязанка и 53-летний уроженец Азербайджана. Деятели составили фиктивный договор купли-продажи дома в Спасском районе и, говоря современным языком, подняли почти 400 тысяч рубликов. Причем в результате сложилась ситуация, которую лучше всего характеризует поговорка «Вор у вора дубинку украл». Здесь вот она нашла какого-то черного, который ей помог купить вот этот дом, который без газа, без воды, в печном отоплении этот дом. Поэтому он пообещал ей, что даст хорошую цену, а на самом деле он не дал ту цену, которую он ей пообещал. Азербайджанский уроженец, которому пошел шестой десяток, применил традиционный прием. Он начал сетовать, что вот, дескать, кавказец я, потому-то и взяли, а так не виноват, не знаю, не ведаю. Мои слова здесь никто не слышит, потому что мои слова никому не нужны. Потому что, крайне срочно, кому-то нужно, что это дело завалит. Самый слабый человек, беззащитный человек, гражданин Россия, этот человек уже можно наказывать. Надо добавить, что аргументы уроженца не подействовали, полицейские возбудили уголовное дело. Вторая современная российская беда бездействия властей. Например, кажется, уже с десяток репортажей, сняты рязанскими тележурналистами, про опасный переход через речушку в районе гипермаркета метро. Вы отвечали коллеги, упадет кто, тогда муниципальным начальникам достанется, а уже будет вам. Оказывается, дел-то было аж в ноябре 2011-го. И падение, и травма, и суд был, и решение, и попытка его оспорить. Обо всем по порядку, рассказывает Оксана Тебенихина. В ноябре 2011-го года в Рязани произошел инцидент, тяжбы по которому длятся и по сегодняшний день. К сожалению, не всегда объекты благоустройства в городе Рязани отвечают требованиям качества и безопасности. В одном из случаев женщина при падении с моста получила тяжелейшую травму, и ей была предпринята попытка получить какие-то денежные компенсации в досудебном порядке с администрацией города Рязани, но ей отказали. Женщина обратилась с исковым заявлением в Московский районный суд с претензией к администрации города. Закон оказался на стороне пострадавшей, только вот представителю администрации города этого оказалось недостаточно. Дело перенаправили в областной суд, где решение было оставлено без изменений. У нас много поступает жалоб с момента открытия торгового центра «Ашан» от пешеходов, от потенциальных покупателей, которые испытывают неудобство от того, что пешеходного перехода нет. Они боятся упасть, они ходят по проезжей части. У нас не выделена ни полоса для пешеходов, нет знака, что это пешеходная зона, нет ни ограждения, чтобы каким-то образом обезопасить людей, каких-то бортиков, различных необходимых в данной ситуации, и знаков в ночное время, чтобы освещало эту зону. Конечно, по мнению представителей власти, исковые требования пострадавшей никакой почвы под собой не имеют. Да и администрация ответственности за этот случай нести не должна. Так за что же вы, господа чиновники, вообще несете ответственность, как ни за нас, рязанцев. Странная позиция. К другим темам, но сначала немного истории. В 1991-м съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете о Российской Федерации. Для кого праздник? Для кого предвестие распада Союза? К этому событию в стране до сих пор относятся неоднозначно. И с каждым годом все неоднозначнее. Например, по данным социологов Всероссийского центра исследования общественного мнения, больше половины россиян не могут вспомнить значимых достижений страны с момента распада СССР. Или считают, что поводов для гордости и вовсе нет. Ну и впрямь, что вспомнить? Бандитский беспредел 90-х? Разгул коррупции? Расхищение народной собственности? Вооруженную борьбу за власть в 93-м? Чеченские войны? Развал экономики? Нечего вспомнить, это уж точно. Однако праздник есть праздник, и соответствующие официальные мероприятия проводятся. Продолжает программу репортаж Глеба Галушкина. В канун Дня России в Рязани состоялось чествование знаменитого князя Олега Ивановича Рязанского. У памятника великому историческому деятелю Средневековья на площади Соборной собрались представители областной и городской властей. К подножию монумента они возложили цветы в знак памяти о собирателе окраинных русских земель, который стал символом мудрого и независимого правителя. Далее чиновники отправились в Рязанский Кремль. Здесь, во дворце Олега, губернатор Рязанской области Олег Ковалев вручил медали направлен на процветание родного края. День России особенный праздник, знаковый праздник. Праздник, когда мы прикасаемся к истории нашего государства, ко всем тем перепитиям, которые испытало государство на своем жизненном пути. В ответном слове председатель САСовского совета ветеранов Евгений Силкин поблагодарил главу региона и заявил, что и дальше собирается трудиться для улучшения Рязанского региона. Пользуясь случаем хочу от всей души поблагодарить вас за ту помощь и поддержку в строительстве Ледового дворца и бассейна в городе САСово. Спасибо большое. Также в День России рязанские школьники из рук губернатора Олега Ковалева получили паспорта гражданина Российской Федерации. Вы получаете не только широкие права, но и серьезные обязанности гражданина России под условием и конституцией Российской Федерации. Вы активные, талантливые, умные и спортивные ребята, победители конкурса, отличники учебы, надеюсь, что вы вырастите достойными гордостей своих родителей и сами будете ценить и гордиться своей Родиной и Лигой России. Губернатор пожелал ребятам следовать высоким идеалам патриотизма, а также в дальнейшей жизни трудиться на благо родного края и своего отечества. И все-таки повторим День России праздника. Он нам нужен как напоминание о том, что мы жители великой страны, как бы ее не предавали и не распродавали. У нас будет зимняя Олимпиада, мы примем чемпионат мира по футболу, мы поддержим добрые начинания и добьемся, чтобы расхитители и бандиты оказались там, где мы должны быть. Так что всех с завтрашним праздником, хорошего настроения, хорошей погоды и хорошего будущего стране. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин